Здравствуйте, меня зовут Яна Скворцова. Я приветствую вас на своем канале. Мой канал называется Moda IGD. Мне 36 лет, я персональный покупатель. Сегодняшний ролик я хотела бы посвятить джинсам с завышенной талией. Эти джинсы мне очень нравятся. Я очень давно себе их искала и, в общем-то, очень давно хотела их себе приобрести. Но джинсы эти не так простые, в общем-то, как кажется. Вот сейчас на мне классические джинсы с завышенной талией. В итоге в этой модели я разочаровалась и присмотрелась, в общем-то, как смотрятся подобные модели на других девушках. И поняла, что модель это крайне-крайне невыгодная для фигуры. Итак, модель завышенной талии это такая модель, где, в общем-то, талия проходит в районе пупка. То есть она достаточно высоко поднята и, соответственно, у нее высокая помпа. И, в общем-то, да, вот так вот она примерно смотрится. В чем проблема подобной модели? Подобная модель топорщится всегда вот здесь, в районе Шеридки. Соответственно, даже на очень-очень худых девушках здесь появляется некий объем, который создает вам эффект живота. Все это смотрится примерно вот так. Даже не знаю, есть ли у меня живот или нет у меня живота. Но это эффект живота, да. И, соответственно, я лучше выгляжу в джинсах с заниженной талией. И то, что я видела на других девушках, тоже привело меня, в общем-то, к мнению, что выглядят они лучше в джинсах с заниженной талией. Повторюсь, подобные джинсы я видела даже на очень-очень-очень худых девушках. Поэтому, если вас интересует подобная модель, если она вам нравится, если вы хотите ее купить, посмотрите, как это все смотрится на фотографиях и очень-очень внимательно все это примерьте. И повторю, что даже если, в общем-то, в примерочной мы здесь все себе подровняем, все себе подтянем, то в процессе носки вот эта часть, прикрывающая шеринку, даже на очень хороших джинсах, а я считаю, что джинсы у меня хорошие, это же и бренд, в общем-то, они специализируются именно на джинсах. Они начали именно с производства джинсовых моделей брюк. То, соответственно, даже здесь, в общем-то, все это напорщится. Повторюсь, вот так все это выглядит. Если все-таки вы совершили мою ошибку и купили себе такие джинсы, если вы все-таки очень хотите купить себе такие джинсы, на мой взгляд, единственный вариант носить их так, чтобы, в общем-то, это не полнило, не создавало нам здесь эффект живота, это вот носить вот с таким удлиненным кардиганом, либо с удлиненным пиджаком. В общем-то, нечто, что будет при повороте закрывать нам эту часть. То есть, соответственно, в анфас мы будем иметь высокую талию, это красиво, это на самом деле очень актуально, очень современно. Но, в общем-то, когда мы будем поворачиваться, никаких лишних объемов у нас не будет. Соответственно, такие джинсы очень хорошо смотрятся, когда, в общем-то, все в них заправлено примерно вот так. Все это может выглядеть. И, повторюсь, это очень актуально, это очень-очень модерновое, это очень-очень хорошо. Но при повороте мы имеем вот эту вот часть. Я не знаю, передает ли камера, но, в общем-то, в примерочной, да, передает камера прекрасно. И, конечно, именно вот эта часть, плюс еще куговицы, в общем-то, создает нам лишний объем, который нам совершенно не нужен. И, итак, повторюсь, джинсы эти меня разочаровали. Покупать я их не рекомендую, но если все-таки они у вас есть, то носите их, пожалуйста, с удлиненными вот такими кардиганами, либо с удлиненными пиджаками, либо с удлиненными, возможно, кошельными куртками, легкими пальто, все что угодно сюда подойдет. Но это должно быть удлиненное. И, безусловно, мы оставляем расстегнутым перед, потому как тогда видно, что джинсы у нас завышенной талии, что очень модные, такие стильные и красивые. Ну, в общем-то, это все, что я хотела вам сказать по поводу джинс завышенной талии. Будьте внимательны при выборе такой пары. И, в общем-то, решайте, если у вас такой пары нет, покупать ее или нет. На мой взгляд, не стоит. Это была Яна Скорцова. Всем хорошего, хорошего дня! Продолжение следует...